Молитва покаяния И многих из вас Вы можете помолиться на месте Но я прошу выйти сюда Сейчас вперед тех Кто Хочет сейчас примириться с Богом Кто хочет сейчас Вернуться к Богу То есть если вы еще ни разу не обращались К Богу, но сейчас вы хотели бы Покаяться, примириться с Богом И принять Иисуса Христа Спасителем То прямо сейчас, да, выходите пожалуйста Сюда, вот в эту сторону становитесь И еще, выходите пожалуйста Те, кто может уже каялся, но Отступил и сегодня Хотел бы вернуться, вот пожалуйста, все, остановитесь И вы хотели бы вернуться Пожалуйста, добро пожаловать Домой, добро пожаловать Сарство Божье, выходите пожалуйста И помолимся за вас в молитве покаяния И также писавши записку И не только писавши записку О крещении Духом святым, пожалуйста, выйдите сюда Не поленитесь, значит Помолимся за ваше крещение Духом святым Вот сюда встаньте, пожалуйста, те, кто как раз о причине духа будет молиться за кого. Для нашего зрителя скажу, что вы можете молиться сейчас, молитва покаяния, возле экрана телевизора, где вы сейчас смотрите эту программу. Но воспользуйтесь первой же возможностью, придите в собрание такое, в христианскую церковь, и выйдите вперед и скажите слова покаяния. Почему? Потому что Иисус говорил, что кто предвидим меня исповедует, и я исповедую пред отцом пред ангелами. И очень важно иметь такое, я считаю, переживание в жизни, когда ты выходишь вперед и пред людьми говоришь, что Иисус Христос, мой Господь, Бог и Спаситель. Это очень важно, если ты здесь в церкви это сделаешь, ты сделаешь это и на улице, но если ты здесь это не сделаешь, ты и там не сможешь это сделать. А если ты перед верующими не сможешь это сделать, то перед неверующими, тем наиболее ты не сделаешь этого. И поэтому надо здесь это сделать, знаете ли, господа, скажу, что важно сейчас также помолиться молитвы отречения о вентрах лжеучений. Вот то, что вы услышали, я много наговорил сегодня, но из того многого, думаю, что-то вам запомнилось и что-то коснулось, и вот это, в чем вы, может, обречены были сейчас Духом Святым. Он сейчас здесь, Дух Святым. Вы просто скажите, Бог, прости мне, пожалуйста, вот это серьезно, да, я понял или я поняла теперь серьезность вот этого всего происходившего со мной, что я практиковала или я практиковала, я помолюсь сейчас, молитвы покаяния, скажите так, во имя Иисуса, я отвлекаюсь от этих вещей, от других вещей, пятых, десятых, что вам сейчас вот как раз Бог положит на сердце помолиться. Слава Иисусу, правильно, молодцы, что вышли. Еще, думаю, если есть люди, вам есть еще минуточка на раздумье, лучше выйти сюда вперед, потому что, знаете ли, что, скажу, что кто при людьми исповедует, но есть еще другая сторона медали, кто отречется, от того я отрекусь. Знаете ли, очень важно выйти и сказать, не утаить свою веру, потому что сердцем верует к правильности, да, но устами их исповедует ко спасению. Потому что есть спасение, есть полнота спасения, есть Дух Святой реальный, Дух Святой, который, когда мы говорим, это в собрании, когда мы говорим, это в собрании христиан и не христиан, разных людей, когда мы говорим, это сила Божья сходит. Потому что Евангелие сила Божья к распасению всякому верующему. Когда мы исповедуем, что Иисус есть Господь, есть Сын Божий, приходят сила Божья, реальная сила Божья. И, кстати, для верующих тоже, это же, наверное, не секрет, что если оскудевает время-время на нашем христианстве силу, начните говорить Евангелие. Просто провозглашайте дома, в семье, на рабочем месте, где-то на улице Евангелие, и больше-больше сил будет приходить. Это динамос, это как бы небесный стартер включаем. Знаете, если что-то заглохает, глохнет, особенно на холостых, особенно когда мы не в служении, на холостых живем, так по накатанной где-то, то очень важно включить, и Господь, Он заведет нас. Аминь. Давайте будем молиться, вышедший вперед, я очень рад, что вы вышли, слава Богу, спасибо. Давайте помолимся сейчас, молитва, покаяние, и наши зрители, и также все присутствующие, давайте помолимся сейчас. Мы можем закрывать глаза, мы можем не закрывать, не обязательно. Самое важное сейчас, глазами веры, сейчас сердца своего, обратиться к Богу. Мы сейчас пред Ним, пред Богом сейчас, Господь среди нас, Он сказал, где двое или трое, собранное во имя Мое, там и я посреди. Иисус, мы собрали здесь, Господь, во имя Твоем. Мы собрали здесь не ради кого-то, не ради чего-то другого, но ради Тебя, Господь. Даже из истории, какие-то факты узнаваемых сегодня, но Бог, мы не просто хотим видеть цифры, имена каких-то людей, события даже, потрясающие самые события, но мы хотим видеть Тебя в истории, мы хотим видеть Тебя, Господь, который и вчера, и сегодня, и в обеде тот же. Мы хотим видеть, Господь, Тебя, живого Бога в наших судьбах сейчас. Бог Святой, благостови нас. Я прошу Тебя, вышедших вперед, благостови особо. Молитву покаяния сейчас помажь, Господь. Благостови, Господь, Дух Святой, я прошу Тебя сейчас наполнить. Это тайноство пусть совершится. Во имя Иисуса Христа пусть, Господь, рождение свыше состоится, Господь. Потому что это даже не от нашего желания. Это не по нашего хотения, но от Твоего великого желания. От Тебя, Господь, спасибо. И о крещении Духом просит, сестры, Господь, Боже, Ты помашь, Господь, Дух Святым. Сину и Своей, крести Духом Святым сейчас. И наших зрителей, благостови, Господь, помашь Духом Святым. Их молитву сейчас. Во имя Иисуса. И также молитву отречения. Я прошу Тебя за тех, кто Господь сейчас осознает, и еще больше осознает потребность в этом молитве отречения. И Бог Святой присутствует в этом Господь. Просто присутствует при устах, при сердце будет Господь. Во имя Иисуса. И пустив молитву, слышит ад. Слышит дьявол. Слышит бес. Пустив молитву, Господь слышит небеса. Слышит ад. Во имя Иисуса. Благостови, Господь. Помашь сейчас. Дай важные, правильные слова, Господь. Эту молитву каждому из нас. Во имя Иисуса услышим. Спасибо, Господь. Спасибо, Царь наш. Спасибо, Бог. Вышедший вперед и все каючиеся, давайте мы вместе, даже вместе все присутствующие скажем такие слова сейчас, но вышедший вперед это скажите и пред Богом, и пред людьми сейчас. Скажите так, Отец Небесный, Бог Святой, я благодарю Тебя за Твою любовь, Ты отдал Сына Своего за меня и за всех нас. Иисус Христос, Сын Бога Живого, Ты пролил Свой кровь за меня и за всех нас, и Ты воскрес из мертвых, чтобы мы были оправданы. Иисус Христос, Твоя святая кровь домоет меня от всякого греха. Во имя Иисуса я каюсь, отрекаюсь от дьявола, от греха во имя Иисуса. Иисус Христос, вводи в мое сердце, в мою судьбу, живи во мне, мой Бог, Господь Святой, Духом Святым Своим, наполни меня, сирию Своею помашь, благодарю Тебя, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И сейчас, молясь, молитесь за тех, кто вышел вперед, пусть Бог благословит, пусть Господь помолится, возглавит свои руки, пусть руки Христа сейчас будут возложены. Пусть Господь сейчас побажет Духом Святым Своим и тех, кто вышли на лечение Духа Святой, молитесь сейчас, молитесь сейчас о том, что просите, скажите, например, так, что Дух Святой, поднимись мне, когда буду говорить, как крести меня Духом Святым. Это написано в Библии так, что Иисус есть крестящий Дух. Иисус есть крестящий Дух, но все это присутствие. И еще, что препятствия лишь два. Первое, это нужно спастись. Первое, пережить спасение в своей жизни. Примириться, потому что мир не может принять Бога Святого. Если принимать, то можно. Но если мы покаялись в грехах своих, примирились с Богом, это препятствие убирается. А второе, нужно жаждать, сильно пожелать этого. Сильно пожелать. Потому что то, что проливается, это жаждущее. И молитесь, братья, а те, кто вышел вперед за сестер, которые хотят принять крещение Духа Святого. И также наши зрители молимся сейчас. Те, кто примирились с Богом, у вас есть возможность уникальной прямо сейчас принять крещение Духом Святым. Может, нет возможности сейчас прикоснуться вам лично, пастуру, или мне, или кому-то, братьям, сестер, но вы просто помолитесь. Даже если вы больны, допустим, даже если вы не можете подняться с постели, но вы говорите, Господь, наполни меня Духом Святым. Дух Святой, наполни меня, очисти меня, крести меня силой Святой. Знаете ли, Бог чудотворец, Бог великий, святой Бог. Он готов привязнуться каждому из вас. Дорогие друзья, молимся сейчас об этом. Отец, благослови сестер, вышедший вперед, на крещение Духом Святым, Господь. И пусть, Господь, в любых сердцах вы сейчас жаждете, Божьей. Дух Святой, прошу тебя, Господь, наполнись и стер, Господь, во имя Иисуса, и мы, прошу вас, на вашем возрасте народе сейчас, и все вместе молимся. Пусть, Господь, в любых сердцах сейчас, в любых сердцах наших, во имя Иисуса. Господь, в любых сердцах, господь, в любых сердцах, в любых сердцах, во имя Иисуса, и мы, прошу вас, нарослах тут вот в латипы. и ежедневный и Духаны бухом и Своей святой земли и получше тем вашей биатуре и Stewie святой благо étique земле благо стала ência Благостными во имя Иисуса. Больше и больше, Господь. И за тех, кто выше, не выше, а за нам. Пусть Господь сейчас заполняет. Те, кто уже кричит духом, пусть Бог дает множество разных языков сейчас. Разные языки, разнообразные языки. Пусть Бог дает на столкование языков. Интересное очень переживание. Я когда испытал это в первой своей жизни, было истолкование, я был просто в шоке. Я перевел самого себя на самого себя, что это было прочество. Это было истолкование сна, и это было прочество. И это то же самое, что прочество в Библии говорится. Молим за то, чтобы Господь обогатился без этого. Не просто даже для нас самих, а ради служения нашего. Ради служения нашего. Господь, наполняя своих детей, Отец, моих братьев и сестер, Господь, я прошу тебя обещаю сейчас на поле нас, все. Господь, молю Иисуса, шефирный, шефирный, шефирный. Слава, 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 слава. Слава! 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 Слава тебе, Господи! Слава тебе, Отец Небесный! Слава тебе, Господи! Слава! 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 Слава!